Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте! В республике ведется целенаправленная работа по развитию села. Также идет процесс подготовки законопроекта о государственной поддержке территории развития местного производства республики Саха-Якутия. Документ должен быть в ближайшее время рассмотрен в госсобрании Илтумен. Сегодня гостья в нашей студии Виктория Амосова, руководитель дирекции развития Долина Эркень. Виктория Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что представляет собой проект по созданию территории развития местного производства? В данной законодательной инициативе учтены все пожелания и прогнозируемые пути решения к активизации предпринимательской деятельности нашим правительством и созданию особых региональных экономических зон. Это, по примеру, территория предпринимательского развития, но только регионального уровня, для того, чтобы вовлекать предпринимателей в стратегически важные пути развития, именно для того, чтобы активизировать их деятельность, им передать государственные меры поддержки. Ну и, собственно, цель настоящего закона — это создать территории, маленькие территории, где будет действовать, как я сказала, особый экономический режим, и для того, чтобы произошло ускоренное социально-экономическое развитие и повысилось, соответственно, качество жизни населения в муниципальных образованиях, где будет именно закон действовать. А в чем заключается основной функционал дирекции Долины Аркени? Наша дирекция в Хангласском углу является муниципальным координирующим региональным проектным офисом, который в своей деятельности будет именно реализовывать поддерживающую функцию, оказывать адресную поддержку, и эта инициатива исходит от нашего главы района, Олега Валерьевича Иринеева, при поддержке Асина Сергеевича и правительства Республики Саха и Якутия по посылу и идеям нашего первого президента Михаила Ильича Николаева. И, собственно, наша дирекция создавалась по... Предыстория такая, что в 2019 году еще провели инвестиционный форум, где обозначили, что Долина Аркени обладает особым микроклиматом, где могло бы развиваться сельское хозяйство, другие виды отрасли, для того, чтобы ускорился наш процесс. И сейчас мы в своей деятельности именно по результативным материалам пользуемся как директивой для того, чтобы наша деятельность быстрее... И это основные функции нашей дирекции. Вот предлагаю подробнее рассказать нашим телезрителям, что из себя представляет Долина Аркени. Долина Аркени — это на самом деле территория в Ханглазском Улусе, где пять населенных пунктов, начиная от села Техтюра, заканчивая городом Покросском. И мы все видим то, что там очень активно развивается именно производство. Сейчас я далее расскажу про какие есть предприятия, которые являются самыми главными в отрасли тех или иных. Ну и село Октемцы как отдельная история. Там, где есть малая академия наук, научно-образовательный центр. И потенциал у Долины Аркени очень большой. И видя это, все административные ресурсы делаются для того, чтобы население на местах тоже получало и вовлекалось в важные пути решения. А вот какие виды производства как раз-таки существуют в Долине Аркени? Хочется подробнее узнать, может быть, какие-то перечислить, или может, основные виды? Производство, именно сельское хозяйство, но это картофелеводство, сельское хозяйство. И, допустим, производство хлебобулочных изделий. Хочется, в пример, поставить Немегинский хлебозавод, который сегодня обеспечивается республику. И мы видим то, что в Долине Аркени именно есть потенциал развития научно-образовательного кластера. Не зря же там строили малую академию наук, куда съезжаются все одаренные талантливые школьники для того, чтобы развивать в дальнейшем нашу республику. И там как раз развивается кадровый потенциал. А вот как вы хотите развивать резидентство? Как видите, поддержку местных предпринимателей и ваш прогнозируемый сценарий? Ну, мы все знаем, что резидентство — это особый юридический статус, который отображается в налоговом законодательстве Российской Федерации. И, в пример, можно сейчас уже поставить резидентство в территориях обрежащего развития Якутия. И на оригинальном уровне мы видим то, что есть несколько сценариев развития резидентства. Первый — это для начинающих предпринимателей возможный такой сценарий, как помощь именно дирекции в запуске своего дела, в акселерации их проекта, в том, чтобы потом этот бизнес реально был устойчивым для того, чтобы предприниматель понимал на местах, что не только здесь маленький бизнес можно развивать, а именно сообща, в команде расширяться. А для действующего, уже созревшего бизнеса здесь уже могут действовать как налоговые преференции, изображающиеся в законодательстве, возмещение по страховым взносам. И это все с помощью нашего правительства будет делаться. А вот каким образом, например, планируете принимать резидентов? То есть предприниматель может прийти к вам с какой-то идеей и стать резидентом? Да, конечно. Или какой-то отбор будет проходить этот предприниматель? На самом деле, для регионального мы видим, что отбор будет самый минимальный, без никакой привязки к единому адресу. Но единственное условие — это то, что предприниматель должен быть зарегистрирован на территории, в которой действует данный закон. И требуя условия к резидентству, может быть, на уровне идеи. Предприниматель приходит с определенной той или иной идеей и рассказывает, как он видит сценарий своего дела. И мы ему помогаем участвовать в муниципальных целевых программах, программах региональных, и видим, где он может получить ту или иную адресную поддержку. А также оказываем именно акселерацию, как я уже говорила, в проектах. В том числе, возможно, пути решения именно, допустим, можем предпринимателя отправить на образовательную активность, что является тоже немаловажным для как раз формирования устойчивого бизнеса. Есть отдельные проекты. Вот новый облик села и село среднего достатка. Вот расскажите о них подробнее. В чем суть таких проектов? Это специальный проект нашей дирекции, который уже два года пилотно реализуется в селе Октемцы. Новый облик села мы все видим, что Якутия активно развивает именно с точки зрения решений по дизайн-коду, по единому брендингу. И вот новый облик села подразумевает изменение всех отраслей, возможно, в образовании, в культуре, в спорте для того, чтобы каждый чувствовал себя частью единого. И новый облик села – это единый генеральный план, это единый дизайн-код, это ландшафтное решение для приусадебных хозяйств, это и для социальных учреждений в том числе. И он сейчас уже показывает первые результаты. Пример школы, супершколы, которые есть в селе Октемцы. Да, очень хорошее решение. И новый облик села – это философия, на самом деле. Это философия, которая должна быть у каждого жителя. И Октемцы в данном случае может показывать хороший пример для всей республики, транслировать свои результаты. Вы можете привести яркие примеры развития села, сельского производства, предпринимательства в долине Аркань? Предпринимательство в долине Аркань очень хорошо, и, как я уже говорила, развивается Немгюнский хлебозавод. Я хочу сейчас рассказать про комплексную работу, которая ведется в Хангаласском УЛУСе непосредственно по активизации предпринимательской деятельности в отдельных населенных пунктах. Во втором Аль-Жигаре есть самое большое крупное фермерское хозяйство, которое конецзавод БРТ развивает местное производство. Я хочу его немножко упомянуть, и это комплексная работа. В Махсуголохе у нас развивается Хангалас АС, продукция, аукция, и, допустим, в Немгюнске развивается хлебозавод, а в Актёмсах есть научные и образовательные центры, запуск образовательных каких-то активностей. Это в совокупности переводит к тому, что... Я хочу сказать, что в тем или ином населенном пункте есть какая-то отдельная отрасль, в которой вкладываются как административные ресурсы, так и жители тоже понимают, что являются частью чего-то нового. И это все в совокупности приводит к тому, что вот сегодня я упоминаю их качество и примеры развития именно предпринимательства. Ну вот бесспорно, Хангаласский УЛУС является ярким примером, вот у нас на карте Якутия, где активно развивается предпринимательство. Как вы считаете, почему так происходит? Здесь важна география, управление. Вот что является причиной такого развития? Кстати, я не раз задавалась этим вопросом. Ну, предпринимательство — это на самом деле образ жизни. Это желание его, из-за веления народа быть, улучшать каждый день изо дня в день свою жизнь, делать миссию, пользу народу для того, чтобы и при этом не забывать о себе. Поэтому как-никак сейчас актуально быть предпринимателем. И в управлении тоже, если администрация при этом поддерживает, обеспечивает очень хорошую ресурсную информационную помощь. При этом это комплексная работа, которая и обеспечивает хорошие примеры. Ну, ведь развиваются в Хангаласском районе не только сами хангаласы, то есть есть предприниматели, которые, в принципе, из других районов приходят, даже из города Якутска. Вот хочется понять, почему именно хангаласский улус, может быть, там география позволяет развиваться? Природа может быть? Конечно, сама природа так. Это колыбель, а именно где мы образовались как народ саха, и эта территория, география района нам сама помогает именно для того, чтобы это сидеть не только в уроженцах Хангаласского улуса, но и во всех гостях, которые туда приезжают и хотят там оставаться. Мы видим, что очень демография с каждым годом растет в нашем районе, и это очень круто. Хотелось бы еще повысить именно число, количество людей, чтобы Хангаласский улус издревле является очень гостеприимным районом, и поэтому, наверное, это и является фишкой. Ну вот, каковы ваши дальнейшие планы? Поделитесь с нами. Да, мы сейчас активно ведем работу над формированием партнерской линейки, ведем, сейчас формируем пул, состав наших потенциальных и уже действующих резидентов, ведем просветительскую работу, именно рассказываем им, что такое резидентство, какие будут планы работы с населением, да, будем соглашения подписывать с каждым предпринимателем, ну и не только, где будет отображаться их обязанность, но и при этом мы активно везде повсюду рассказываем, да, о нашей деятельности просвещаем, и буквально завтра у нас уже будут стартовать первые образовательные курсы для предпринимателей, где мы хотим именно от идеи до полного запуска проектов с ними поработать. На самом деле про результаты пока рано говорить, но мы очень надеемся, что прогноз будет самый, что не наисположительный. Ну и прекрасная возможность у вас обратиться к жителям села, чтобы вы сказали, каким стоит быть, может быть, жителю села, чтобы развиваться внутренне, не знаю, развивать свое село. Да, я хотела бы еще раз обратиться к своим соседям, в своей команде для того, чтобы вы приходите, дружите, друг с другом общаетесь, смотрите, какие программы есть, не только для того, чтобы получить поддержку, но и для того, чтобы рассказать о себе, для того, чтобы быть в команде, для того, чтобы чувствовать, как-никак сейчас актуально быть в коллективе. Поэтому, ну, скажем так, не столь легкое для нас с вами время, это возможности для каждого сельчанина. Очень много сейчас мер поддержки не только в виде материальной финансовой помощи, но и ресурсная, человеческая, плечом к плечу. И для этого вот я хочу, чтобы у нас образовалось такое единое сообщество, команда, коллектив, и я хочу еще раз обратиться, чтобы вовлекались именно, приходили. Ну и, конечно, стоит быть, наверное, смелыми, да, то есть смело со своими идеями приходить, и обязательно получат развитие. Ну что ж, Виктория Владимировна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем, конечно же, процветания в Дарине Аркении. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.